коллеги всем добрый день рада что вы в это обиденное время дошли послушать вот я хочу сегодня немножко рассказать о том как мы командами договариваемся поделиться своими техниками и надеюсь они будут вам полезны я работаю в компании Deutsche Telekom IT Solutions я работаю вообще в IT уже 8 лет 6 из них работаю непосредственно с командами как Scrum Master и чем же я собственно занимаюсь как Scrum Master помогаю командам выстраивать внутренние процессы помогаю командам становиться самоорганизованными помогаю им находить мне лучшие способы работы чтобы делать вместе классные продукты и достигать результаты помимо этого я профессиональный факультета веду стратегические с менеджментом в основном внутри нашей компании разные воркшопы и являюсь внутренним тренером нашей Agile Академии и обучаю менеджеров команды и других стран мастеров до того как нагрянул онлайн моя жизнь выглядела примерно вот так вот это было много событий это были в том числе командировки в Германию международное общение разные активности обмен опытом обучение как мое так и обучение у меня как тренера вот но теперь наступил онлайн и в онлайне меньше таких красивых ярких тортилось но работы меньше не стало поэтому сегодня я расскажу о том чем же мы в том числе в онлайне занимаемся с командами и как в онлайне мы продолжаем тоже договариваться эти фильмы работы с чего хочется начать если я говорю про то что мой доклад он о договоренностях то видимо должно быть какой-то предмет договоренности собственно о чем мы собираемся договариваться есть видимо какое-то недопонимание есть нет общего мнения поэтому приходится собственно договариваться о чем сегодня будет несколько историй с жизнью команд которыми я сталкивалась одна из них люди работают вместе но при этом есть какое-то недопонимание а зачем они вообще работают вместе и чем они вместе занимаются почему их назвали команды еще одна история когда мы не очень знакомы друг другом кто вообще в чем силен кто что умеет и как мы можем использовать история которая чаще всего возникает не в скрам команды но в других командах которые могут быть смешаны и вообще не из-за их сферы это когда людей объединяют команды но при этом они не понимают а что же за результаты они ждут и кто ждет еще одна история которая на протяжении всей моей практики всплывает сколько бы мы не занимались она все равно не теряет актуальности зачем нам столько встреч зачем мы постоянно собираемся эти митинги бесполезные а теперь еще и онлайн поэтому митингов стало еще больше и вообще нет проблемы собрать помните 20 человек но я 120 и поэтому этих митингов становится все больше а пользы все больше не остановится собственно история дальше да про роли и про то я как скром мастер особенно может быть болезненно воспринимаю эту тему потому что все еще есть недопонимание в некоторых командах и руководители зачастую кто такой скром мастер у меня был довольно эпичный случай когда я примерно 2 часа на тренинге рассказывала кто же такой скром мастер какие есть типостаси и шапки скром мастера чем он занимается почему это не так просто и не тривиально и в конце мне участник сказал что ну в принципе все понятно да очень полезно было вот у меня только один вопрос чем все-таки занимается скром мастер кроме митингов и после этого я поняла что вероятно не такая простая тема которую можно за два часа рассказать но бывает это и не только про скром мастера бывает это и про то что залит у нас и чем он занимается и бывает сейчас модная тема в командах водить чемпионов по разным направлениям в том числе техническим и зачастую люди команде и сами чемпионы не понимают зачем они там почему их так назвали вот еще одна менее простая история но тоже часто встречается когда часть работы команды повисает в воздухе и предполагается что кто-то ее должен был бы делать но он ее не делает потому что не хочет или потому что не умеет вот эту работу делает кто-то другой испытывает дискомфорт что он делает чужую работу вот при этом работа то делает что не делается все понимают что ее делать надо было бы но кто конкретно этим займется договоренности нет ну и такие больше может быть нормы поведения да истории связанные с этим когда кто-то говорит что у нас в команде так общаться не принято а как принято люди не знают вот и могут начаться какие-то взаимные обиды которые мешают работе и еще расскажу прям конкретный кейс когда была история когда некоторое поведение человека очень сильно подорвало доверие в команде и было прямо понятно что вот так делать больше не надо и если так продолжать то в общем команде доверия будет совсем мало и работать станет совместно сложно вот такие истории что хочется спросить у вас собственно встречали ли вы такие кейсы было ли у вас что-то похожее вот я не рассказывал павел что я смогу смотреть что происходит в чате напишите в чате цифры которые вам встречались вот допустим там вам встречалась история со встречами тогда вы пишете цифру 4 или допустим кто-то не делает свою работу когда вы можете написать цифру 6 я смогу глядя начать понять вообще актуально ли эта тема вам да если какие-то вопросы которые вы бы тоже хотели найти на них ответы скажем так вот будет здорово если вы такую небольшую обратную связь дадите будет чуть чуть проще так ну что же собственно это то о чем я сегодня хочу рассказать это те проблемы которые мы будем закрывать пытаться и я расскажу собственно что происходило какие истории жизни команд были так и как мы пытались с ними справляться какие техники мы применяли покажу сами техники и постараюсь вам рассказать какие есть подводные камни или какой опыт да я извлекла из того что эти техники применяла может быть какие-то небольшие грабли которые можно обойти да здорово вот спасибо павлу он транслирует что есть актуальные людям вопросы это замечательно надеюсь что вы вместе со мной найдете на них ответ что двигаемся тогда непосредственно в технике начну рассказывать вам истории история первая история про команду в которую я была даже не скромастером была членом команды такая внутренняя команда по поддержанию бизнес аджилити в компании да то есть мы должны заниматься тем что популяризируем аджайл практики в разных отделах в том числе не айти подразделениях вот мы собрались такой можно сказать сборной солянкой небольшие ну у нас как любая команда и собственно то о чем я буду дальше говорить это небольшая группа людей которая объединена общей целью небольшая группа людей это человек до десяти вот есть общая цель есть какой-то общий ожидаемый результат это не обязательно скрам команды это может быть просто команда которая работает с аджайл практиками может не работать с аджайл практиками вот это такой контекст немножко да когда я говорю слово команда о чем речь ну и вот мы значит этой командой аджилизации работаем состав команды подобрался практически спонтанно и рандомно да люди за интерес пришли кому интересно этим заниматься вот и мы долго время работали работали над разными задачами организовывали какие-то воркшопы обучение вот изменяли процессы в некоторых отделах и из раза в раз мы возвращались к вопросу а зачем все таки мы существуем и мы пытались ответить на этот вопрос по-разному мы приходили к нашему стейк-колдеру и задавали вопрос зачем мы существуем и получали ответ такой что ну вы существуете чтобы поддерживать бизнес жилите в компании в принципе он понятный ответ но понятнее не становилось и на какой-то я на раз когда мы поняли что мы не продвигаемся и многие дискуссии из раза в раз возвращаются к вопросу зачем мы как команды почему нас вместе собрали действительно ли мы те люди которые должны быть здесь мы решили попробовать такой инструмент который называется team canvas собственно сам инструмент простой и удобный в том смысле что его можно хорошо проводить и онлайн и оффлайн и это канвас который состоит из вот здесь упрощенная версия из пяти секций и он предлагает команде последовательно ответить на несколько вопросов в чем ваша миссия какие у вас цели командные индивидуальные какие у вас есть ценности и общие ценности как у команды какие есть роли и скиллы и какие правила и договоренности вам нужно ввести чтобы совместно работать и для нас понятно что вот основная часть конечно была важная про purpose про нашу миссию и про цели потому что мы стали про это говорить мы стали делиться о том что есть для кого вот это вот миссия и поняли что она у всех разная и этот инструмент помог нам понять что на самом деле мы все чуть чуть по разному понимаем смысл происходящего и смысл своего участия и только благодаря тому что мы проговорили это все уже более детально с позиции каждого мы смогли найти то общее что есть у всех ну и по сути это была наша вот наша договоренность что есть мы как команда аджелизации зачем мы существуем чего мы хотим добиться есть еще одна версия этого же инструмента и она чуть сложнее и на это я расскажу вам другую историю когда мы применяли этот инструмент меня как-то пригласили фасилитировать встречу одну из командных встреч в группе лидеров группа лидеров тоже порядка пяти шести человек эти лидеры не так давно работали вместе но уже где-то полгода они пытались вместе работать и у них была задача они сами себе ставили такую задачу стать командой хотя на самом деле у них у каждого есть свое подразделение в котором они в основном работают но есть какая-то координация которую нужно делать и люди внутри стали замечать что они избегают конфликтов что не очень получается найти вокруг чего им объединиться как команде и действительно ли команда они или нет и мы решили попробовать вот такой вот инструмент провести на одной из командных встреч сделать расширенный командный канвас собственно здесь как видите тоже канвас тоже многие блоки пересекаются с первоначальной версии но здесь есть еще важные вещи которые для нас были актуальны это командные личные цели отдельно как секции и сильные слабые стороны сейчас наши как команды и отдельных участников и какие есть потребности и ожидания и очень интересные были дискуссии могу сказать этот инструмент мы проходя по каждому блоку замечали что есть очень много неразрешенных и непроговоренных вопрос в этом кругу и зачастую люди не согласны по ряду вопросов и этот в общем то вот эти вот открытые вопросы им мешают людям договориться и понять что же они как команда потому что им не хватает видения зачем эта команда есть и вообще нужна ли она им не хватает конкретных договоренностей а как именно они будут инвестировать время в эти командные активности и этот инструмент он стал скажем не волшебной таблеткой что мы прошли по этому конвасу и после этого больше не было открытых вопросов это скорее стало неким индикатором триггером к тому чтобы начать объяснять открытые вопросы и в связи с этим чем хочется поделиться какие есть подводные камни и особенности проведения этого инструмента во-первых это не то что можно сделать быстренько за часик если вы будете пытаться это сделать очень быстро будет скорее ощущение что это какая-то формальность ну то есть вот у нас есть вопросы мы заполнили конвас там много открытых вопросов так никому ничего понятно не стало но как бы стикеры есть вы заполнили шаблон пошли дальше так не работает в командах которые только начинают работать вместе по моему опыту это проходит достаточно позитивно потому что еще нету особенно спорных вопросов скорее люди просто знакомятся делятся там своими ценностями они более-менее одинаково понимают ради чего они собрались но когда вы собираете команду которая уже некоторое время работает вместе как в моем кейсе с менеджерами у них уже есть какое-то устоявшееся представление о том что происходит они как-то понимают зачем это и понимают это как-то по-разному поэтому здесь нужно ожидать что этот инструмент скорее скроет ту боль которая есть он покажет что действительно происходит в команде там где люди избегали конфликтов на тем конвасе это стало еще больше понятно там где не было общей цели когда мы начали заполнять и отвечать на эти вопросы вместе стало еще больше понятно что люди совершенно по-разному понимают общую цель и об этом нужно договариваться то есть это по факту помогает вам определить о чем же нам нужно договориться какие есть непроясненные вопросы в команде и такая тоже рекомендация из опыта если у вас существенно сменился состав команды имеет смысл эту активность повторять раз в сколько-то времени потому что просто показать людям которые пришли новые сказать вот наш канвас наверное это не очень сработает поделитесь кто не знаю плюсы минусы вообще использовал этот если вы использовали плюс да вот если вы не использовали минус вообще есть опыт применения этого тим конваса в какой-то из версий вот может быть потом сможем поделиться с кем-то опытом после доклада кто тоже использовал собственно как это было пока вы что-то пишете есть небольшая у нас задержка в том числе с ютубом поэтому посмотрю потом да насколько тим конвас вы пытались использовать вторая история про экспертизу собственно история у нас была такая мы собрались в команде мы только стартовали это была скрам команда нас собрали по принципу кто был того и собрали в команду вот и как-то неожиданно выяснилось что у нас несмотря на то что предполагается что в команде будет полный цикл и разработка и тестирование в некоторых командах тестирования вообще не было вот можно задать вопрос а как же мы дизайним команды да в этой ситуации но это был такой очень начальный опыт нашего использования вообще скрама вот и нам казалось что самоорганизующаяся команда сама как-то решит этот вопрос что экспертизы по тестированию нет и в общем то сначала мы пытались ее никак не решать да и она не решалась и собственно люди ну работали как умели вот и тестирование нас существенно просело вот потом со временем мы все-таки решили этим заняться более плотно и разобраться а что же вообще у нас в команде есть какая экспертиза должна быть для начала да вообще разобраться и может быть у кого-то из всех команд она есть хоть он не является формальным тестировщиком и мы попробовали активность которая называется звездная карта уверена что многие ее слышали мы ее применяли раньше в оффлайн сейчас мы ее и в онлайн тоже применяем она очень простая вы рисуете матрицу и просите людей написать список технологий и областей которые им нужны для того чтобы выполнять работу в команде это может быть бизнес анализ разработка тестирование какие-то legal вопросы финансы и чары смотря какого сорта у вас команда и вы соответственно пишите имена членов команды по каждой области каждый член команды отмечает свой уровень экспертизы как он это видит это вот очень важный момент мне кажется это принципиальное отличие между тем что называют менеджеры там составление какой-то скилл матрикс для себя какой-то скилл профайл когда кто-то кого-то оценивает каких-то excel как никто это никогда не видит как это используется тоже неизвестно но команду оценили и где-то там наверху люди знают что эта команда может делать и там сильная она или недостаточно сильная где чего не хватает здесь же инструмент про то что это рабочий инструмент команды мы делаем это прозрачным для всех членов команды собственно мы сели расписали где у нас какая экспертиза есть где ее нет каждый человек сам за себя отметил есть там градация допустим там есть практический опыт я уже эксперт или только слышал что-то про это ничего не слышал и дальше мы можем использовать вот эту матрицу как наглядный инструмент понимания где у нас гэпы то есть где у нас вообще нет экспертизы и в той команде соответственно мы увидели да что экспертизы по тестированию очень мало но при этом есть люди которые на самом деле раньше имели этот опыт и если им помочь они могли бы достаточно быстро прокачаться плюс других командах у меня был кейс когда мы понимали что какой-то части у нас есть один человек который достаточно опытный все остальные неопытные но при этом они хотят подтянуть свою экспертизу и этот материал мы использовали в том числе как возможность организовать knowledge sharing обмен опытом менторинг и так далее и в это же люди использовали в том числе когда ставили себе цели по развитию то есть глядя на эту матрицу мы понимали в каких областях нам в принципе надо как команде продвигаться и индивидуально тоже люди понимали где они хотят продвинуться и например у кого они могут спросить помощи чтобы получить какие-то знания или рекомендации вот поэтому я эту этот инструмент люблю мы его активно применяем и для знакомства и для последующего развития команды и в том числе для прокачивания вот этой вот т-шейп когда мы имеем глубокую экспертизу и имеем экспертизу в соседних областях менее глубокую но тем не менее можем поддержать коллегу если нужно там не знаю разработчик хронтен заболел кто-то из бэкэнда может ему помочь и подсказать собственно вот то о чем я вам сейчас рассказала да немножко подобрать про то что это и про знакомство и про индивидуальные цели и про командные цели тоже очень много вопросов у нас в компании возникает как ставить командные цели вот для меня вот этот вот стармап это как первый шаг к тому чтобы поставить какие-то командные цели по развитию именно следующая история какого результата от нас ждут здесь расскажу не историю скрам команды потому что скрам командах все-таки более-менее чаще всего есть продукт под который собирают команду и плюс-минус километр люди все-таки знают зачем они в этой команде именно с точки зрения продукта а вот что если мы собрали команду которая будет организовывать полностью да на обеспечивать новые процессы работы после к вида вот это у всех по-разному называется у нас называется new normal например есть команда которая собрана из специалистов разных отделов и для них поставлена достаточно глобальная цель на вот ваша задача продумать как мы будем работать когда к вид закончится очень непонятная задача очень непонятно за что люди отвечают и здесь я может быть не покажу вам какой-то красивой картинки я скажу скорее покажу вам на какие вопросы мы отвечали вместе с командой вместе садились просто да и задавали себе вопрос что есть результат деятельности этой команды вот не в целом до обеспечить деятельность компании после к вида а что это конкретно значит по пунктам мы выписывали один это значит что мы должны сделать новые планы помещений это значит мы должны прописать новые правила работы из дома или из офиса это значит мы должны продумать вместе с учаром да какие трудовые договоры должны быть у людей которые будут работать частично из офиса частично из дома то есть в ответ на этот вопрос появились конкретные пункты и дальше мы их пытались проверить насколько они подконтрольны тем людям которых пригласили в эту команду насколько реалистично это вообще сделать этими силами и второй важный вопрос для кого это вообще нужно потому что они не сами для себя вероятно это делают есть какие-то заинтересованные стороны эти заинтересованные стороны могут с разной степени влияния быть да то есть какие-то из них какие-то решения могут приниматься только самой командой какие-то решения могут быть только согласованы с руководством, и это будет некоторое предложение. Вот это то, на что тоже надо было ответить. Кто заинтересован в результатах работы этой команды, и как именно мы будем поддерживать с ними коммуникацию. Будем ли мы брать какой-то каркас итеративный, итеративного подхода, и делать что-то типа демо или ревью, или же это будет просто выполнение задачи, потом отправление чего-то на согласование. Вот это все предстояло решить. И для этой конкретной команды вот ответ на эти два вопроса, они оказались критичными и вообще блокирующими, я бы сказала, старт работы. Ну что, мы сейчас больше двигаемся в те области, которые наиболее актуальны были, судя по опросу. Первая история про роли. Расскажу вам такую историю. Я пришла в команду работать, это была скрам-команда, и постулировалось, что в основном это скрам, действительно близкий к скрам-гайду. Вот, а потом выяснилось, что во всех командах есть тех лиды, вот, они называются у нас бридж-хеды, вот, и это было немножко удивительно, да, потому что, ну, вроде как в скраме нет никаких бридж-хедов и тех лидов, никаких лидов вообще нет, а здесь есть, и это, в общем, более-менее известная всем роль, вот, она, конечно, трудовой ни у кого не прописана, но, тем не менее, человека нанимают как лида, он знает, что он лид, и в команде, в принципе, все знают, что он лид. Но при этом, допустим, наружу утверждается, что у нас нет лидов, как таковых, ну, наружу имеется в виду, там, другие команды, менеджмент проекта, то есть, скорее, это какая-то просто ментор, а не лид, на самом деле. И был интересный вопрос у всех, все-таки, а зачем этот человек, как бридж-хедов этих лид нужен, чего он, собственно, должен делать? И интересный вопрос, что на этот, вот, простой вопрос, вроде бы, очевидный, да, ответа не было ни у менеджмента, который, в принципе, изначально предложил эту роль вести, то есть, четко перечислить по пунктам, чем этот человек должен был бы заниматься, они не могли. Так и сами тех лидов, которых наняли на позицию тех лидов, от команды к команде очень сильно варьировалось, чем этот человек занимается. И понимание, как бы, что есть ожидания от этой роли, чем он должен был бы заниматься, не было. И что мы сделали? На самом деле мы сделали потрясающую простую историю, которую мы регулярно делаем для скрам-ролей. Мы собрали команды, представители команд и этих лидов в первую очередь, и попросили их записать, чего они делают и чего они не делают. Это можно называть канвасом, это можно проводить на уровне команды, прям вот для скрам-команды мы это делаем, да, три роли, чем занимается команда, чем занимается продуктовая, чем занимается скрам-мастер. И выписываем. Если мы говорим про наш кейс, да, то мы прям собрали всех этих лидов и попросили их сделать то же самое, записать, что они делают, чего они не делают, и между собой договориться вообще, что это за роль. Там же были представители менеджмента, которые, соответственно, могли дать свою обратную связь, да, ради чего они вообще эту роль предлагали, чего от нее ожидается. Вот, это, ну, вообще хороший инструмент и понять ожидания друг друга, и понять ожидания тех людей, которые вас нанимали, и понять ожидания в том числе команды. То есть это такой трехсторонний процесс сбора ожиданий. Вот этот артефакт потом, соответственно, документируется. Он не то чтобы высечен кровью, его можно менять, но, тем не менее, на какое-то время мы считаем, что мы об этом договорились. Инструмент простой. Если у вас есть сомнения по каким-то ролям, очень рекомендую. Небольшое добавление, еще одна отдельная активность, но, в принципе, мы ее тоже чаще всего делаем, когда говорим про роли. Если мы выбираем какой-то фреймворк работы, не знаю, там, save, scrum, kanban и любые другие слова, вот, и там есть роли, которые были зафиксированы во фреймворке, хорошо бы, чтобы команда понимала, что это за роль. И я использую упражнение, это вот скриншоты с активности Scrum Puzzle, которую тоже, спасибо ребятам из Angelverse, они перевели ее в онлайн, вы пишете некоторые характеристики, которые отражают суть этой роли, то, что человек должен был бы делать, какие-то паттерны поведения, можно антипаттер написать, да, и просить отметить, что он не делает, и просите соединить характеристику с ролью. Таким образом, это вот не такое обучение, что вы приходите и диктуете там, Scrum Master, чем он должен заниматься, перечислили. Здесь, скорее, вы даете возможность самой команде понять, да, к чему вот эта работа, к какой роли относится, и почему, и проговорить, да, как вы это понимаете, там, почему вам это близко, не близко, или, может быть, вы с чем-то не согласны. Мы это тоже регулярно делаем, особенно, когда стартуем новые команды, которые подразумевают, что будут работать, например, по Scrum. История чуть-чуть посложнее предыдущей, когда есть какая-то часть работы, которую никто не хочет делать. Здесь приведу такой довольно интересный пример, наш опыт, который мы получили, когда хотели немножко поменять структуру ответственности в компании, хотели, чтобы больше решений принималось на нижних уровнях. Собственно, как было раньше, у нас была команда лидершипа, то есть это, ну, группа руководителей, там, порядка десяти человек, которые представители разных отделов, бизнес-департаментов, и все общие вопросы серьезные, в том числе финансовые, принималась всегда вот этой группой людей. То есть, в общем-то, если есть у тебя, как у любого сотрудника, вопрос, который не привязан к какому-то конкретному подразделению, а касается всей компании, то ты идешь в этот круг, и там люди, соответственно, вот директора подразделения это обсуждают. И время от времени случалась очень интересная история, потому что раз нет другого инструмента, где решать вопросы, то все вопросы, которые связывались с компанией, шли в этот, соответственно, круг. И туда же могли попасть вопросы, например, стоит ли покупать теннисный стол, вот, там, где будем праздновать Новый год, и подразумевалось, что это именно эти люди будут решать. И в какой-то момент у этой, значит, команды сформировалось такой огромный бэклок совершенно разных вещей, и было такое подспудное ощущение, что они не должны этим заниматься, кто-то этим другой должен заниматься. И мы со временем пришли к тому, что мы сделаем ряд рабочих групп по направлениям и попытаемся передать им часть ответственности, чтобы какие-то вопросы более мелкие, да, которые не требуют там привлечения именно директоров, вот, решались ниже, быстрее, без культурного согласований. И тут возник вопрос, собственно, а как мы будем договариваться, да, по каким вопросам кто принимает решение. И тут нам на помощь пришла такая замечательная активность, как Delegation Poker. Кто знаком с Delegation Poker, дайте знать, будет интересно. Она из Management 3.0, кто был, узнал. Если знакомы, поставьте плюсы интересным. Собственно, расскажу вам, как мы ее попытались применить. Мы взяли вот эти вот на карточках, да, есть уровни делегирования. Мы выбрали те уровни делегирования, которые для нас актуальны. И мы, соответственно, предложили по разным вопросам решать. Это будут делать они и принимать решение они, либо они это будут отдавать на те рабочие группы, которые мы сформировали. То есть у них было у каждого несколько карточек. Это мы решим сами лидерами и просто спустим это решение. Это мы отдаем вниз и хотим просто быть информированы. Это мы спустим вниз, но хотим, чтобы нам представили план, и только потом мы примем решение. То есть это замечательно для нашу ситуацию легло, когда мы прямо дали возможность самим лидерам определять, что будут решать они, а что будут решать на площадках ниже. И мы, соответственно, эти карточки использовали и в оффлайн, когда была возможность, и в онлайн тоже. И таким образом все спорные вопросы или активности, которые непонятны, не очевидны, кто должен решать, они проходили через этот процесс договоренностей. Вот таким вот покером. То есть каждый из членов лидеров выбирает для конкретной задачи, какой уровень делегирования он хочет. Допустим, это я не хочу решать, хочу отдать на площадку. Каждый выбирает карточку, потом люди выкладывают их на стол и смотрят. Если они единогласно пришли к какому-то решению, то значит все решение принято. Либо это остается у лидеров, либо спускается вниз. Если не единогласно, то они обсуждают, почему кто-то для этого вопроса считает, что нельзя его отдавать вниз, а кто-то, наоборот, считает, что нужно отдавать вниз. Это на самом деле приводило к достаточно интересным дискуссиям и во многом способствовало такому майндшифту, что ли, в сторону того, что достаточно много вещей можно отдать вниз. И действительно очень узкий круг вопросов, которые действительно имеют там большой финансовый импакт, репутационный импакт, должны решаться наверху. Вот. Поэтому это нам, в принципе, помогло и с точки зрения перенесения ответственности, и с точки зрения вообще работы с культурой в компании. Это же можно применять и на уровне просто команды, например, скрам-команды, когда у вас есть какие-то задачи, часто вот встречается, что слышу много я, да, что продуктованеры не делают свою работу, кто-то что-то не описывает, кто-то не работает с бэклогом, кто-то там не может быстро отвечать на вопросы. В общем, вы точно так же можете действовать и со своими подвижными вопросами в этой теме, просто выписать все те вопросы, которые непонятно, кто сейчас делает, и предложить совместно всей скрам-команде проголосовать, кто это должен делать. Допустим, там только владелец продукта, только команда, или они это решают вместе. Тоже очень хорошо работает. Вы это можете как договоренность прям себе записывать и дальше пилотировать, да, насколько это рабочий вариант. Единственный важный момент, который хочется сказать, что если вы принимаете решение, вот, то может так оказаться, что какая-то работа будет посайнена там на владельцу продукта, то вы, пожалуйста, делайте это вместе с владельцем продукта, потому что если это делается без всех участников, вовлеченных в процесс, то, ну, в общем, не сработает, да, и как данность вряд ли человек это возьмет. История следующая, про которую многие сказали, да, сколько встреч не проводи, все равно их много. Вот, у меня был замечательный кейс, когда мы встречались, значит, на дейли с членами команды, и один человек, в принципе, вот вместо ответа на вопрос, да, что он сделал, чтобы помочь приблизиться к цели, начал перечислять. Ну, смотрите, вот я с утра, значит, сходил на инновационный митинг, потом готовился, делал демо-стенд для заказчика, потом у меня был звонок с иностранными коллегами, потом у меня был таунхолл, потом обед, потом мы немножко пообщались, посмотрели на задачу, но много не успели, и, в принципе, день закончился. И когда вот такая история, похоже, повторялась у нескольких членов команды, то, кажется, все задумались, да, что что-то не так пошло, и у нас, в принципе, людям некогда работать, потому что каждая по отдельности встреча вроде бы логичная, она должна быть там, и она не проходит каждый день, но почему-то каждый день набегает большое количество встреч, которые вот занимают время людей, и это не менеджеры, это прям вот просто разработчики и тестировщики. И после этого мы поняли, что так дальше жить нельзя, наверное, вот, попытки говорить о том, что мы, ну, пробовали по-простому, там, типа, если тебе не до этого митинга, или тебе кажется, что он бесполезный, можешь не ходить. Но по факту, если человек может не ходить, а может ходить, и, в принципе, ходить – это, в общем, логично, этот человек туда идет. Вот почему-то такой парадокс произошел у нас, и люди все равно ходили, и это не помогло. Поэтому нужен был какой-то новый план, и, собственно, в качестве нового плана мы попробовали такой инструмент, как Canvas встречи. Вот здесь тоже будет очень интересно, пробовали ли вы такой инструмент или нет, потому что многие говорили, что вопрос актуален. Вот если пробовали, дайте знать плюсом. Собственно, мы взяли все встречи, которые есть, регулярные встречи команды, во-первых. Во-вторых, те встречи, на которые ходят члены команды, тоже регулярно. То есть это может быть не именно командная встреча, но проектная встреча, на которую регулярно нужно ходить. Вот. И выписали, собственно, что это за встреча, в чем ее цель, какие входные данные должны быть для этой встречи, какие результаты мы ожидаем у этой встречи, кто должен принимать участие в этой встрече, сколько она должна идти. И вот само по себе даже вот это прояснение, что за встреча у нас вообще есть и для чего они помогли ответить на вопрос, а зачем вообще эта встреча, а нужна она или нет. А нет ли такого, что у нас примерно об одном и том же две встречи, но там разные участники, и они просто дублируют работу друг друга. Зачем? Ну вот у нас классика из последнего, это архитектурные такие встречи. Короче, разные круги архитекторов или там бизнес-аналитиков примерно одно и то же обсуждают на разных встречах. Потом еще третья встреча, чтобы синхронизировать то, что они обсуждали. Вот. То есть само по себе просто заполнение это уже большой шаг в сторону того, что часть встреч может оказаться ненужной. Вторая история, когда мы заполняем эту вещь, мы начинаем смотреть, как к ней надо готовиться, нет ли такого эффекта, что у нас неэффективные встречи, потому что мы просто не готовимся к ним. Если мы должны готовиться, то как? Ну, собственно, бывают такие очевидные вещи появляются, что нужна агенда, нужен таймбоксинг, что на самом деле встреча закрывает несколько целей, поэтому на каждую цель нужен, по сути, как блок, и этот блок можно по-разному организовать. Вот. Бывает, что даже просто добавление структуры во встречу тоже был такой кейс, когда 20 человек участвовали в Синкап-митинге, и он был жуткий, потому что каждый писал в Синкап, что у него прошло за неделю в свободной форме. Кто-то говорил одно предложение, кто-то писал целое сочинение, всем было очень скучно, он никогда не заканчивался через час, и все хотели, все страдали, мучились и не знали, что делать. После того, как мы добавили в эту встречу просто структуру, и сказали, что коллеги, мы теперь отвечаем на три вопроса, пожалуйста, подготовьте ваши ноутсы заранее, и мы даем каждому по две минуты, постарайтесь уложиться, постарайтесь сказать то, что наиболее важно для других людей. То есть неинтересно слушать всю историю сотворения века, расскажите, чем вы таким занимались, что за аффекты других людей. И после этого этот митинг стал заканчиваться раньше, чем за час. И люди перестали страдать, и они стали получать пользу на этих Синкапах. Поэтому вот добавление структуры, как подготовка, может тоже очень сильно повлиять на эффективные встречи. Ну и такая финальная ремарка, что если вы написали, какие вы ожидаете результаты встречи, то, вероятно, вам будет проще оценить потом эффективные встречи или нет. То есть вы можете обращаться потом к этому инструменту и смотреть, а достигли мы тех результатов или нет. Если мы достигли, мы молодцы, если нет, ну давайте подумаем, что нужно делать по-другому, чтобы мы их достигали. То есть уже проще собирать обратную связь по встречам. И еще дополнение к активности, про то, что если вы опять-таки используете какой-то фреймворк, то очень рекомендую вам в начале или когда вы делаете, не знаю, приходите в команду, перезапуск какой-то, общайтесь, что за встречи, для чего были придуманы хотя бы. То есть если здесь мы уже записываем какие-то общие проектные встречи, как мы их понимаем, зачем они нам нужны, то здесь мы скорее берем какие-то встречи из коробки и пытаемся понять, зачем они были придуманы, для какой цели. То есть тоже вы пишете характеристики, которые относятся к каждым встречам, просите команду, группу людей собрать, что к чему относится и обсудить, почему именно так. На самом деле это помогает во многом разобраться просто, зачем эта встреча исторически здесь стоит и для чего она была придумана. И зачастую людей догоняет инсайт, что то, как вы ее используете, это не то, как она предназначалась. Про дейли очень много вопросов, про то, что это не про синхронизацию, скорее, а про перепланирование. Для многих это такой сдвиг прям парадигмы, что оказывается, дейли проводится не для того, чтобы рассказать, что я делала, а для того, чтобы понять, как мы двигаемся к цели, если надо поменять этот план. Вот то, что я наблюдаю. И теперь мы потихоньку двигаемся в сторону коммуникаций, от структуры к коммуникациям. И была такая интересная у нас история про нормы общения. Собственно, приходишь в команду, я вот так вот пришла как-то в команду, и там люди все перебивали друг друга. Ну, прям все время. Чтобы вы понимали, то есть вот ты что-то говоришь, и с тобой параллельно говорят еще два человека. И для команды это, в принципе, ок. И дальше была совершенно бриллиантовая история, когда я спросила коллеги, ну, мы же говорим параллель. То есть никому ничего не слышно. Правильно я понимаю? И коллеги сказали, нет, почему нормально все слышно? Я успеваю здесь все поговорить, там еще послушать. То есть как бы за одно и то же время двойная польза. Ну, и это был как бы не прикол. То есть человек реально это сказал. Вот. И тут я задумалась, что, видимо, нам пора обсудить какие-то вот такие правила, может быть, коммуникации, потому что, как сейчас, кажется, для кого-то работает, для кого-то нет. И, собственно, что мы делаем? Мы такое интересное упражнение стали применять, как инструкция ко мне или взаимное ожидание. Собственно, каждый член команды отвечает на вопросы, что можно ожидать от меня и как со мной можно обращаться, обращаться в кавычках, естественно, да, скорее, как со мной стоит общаться. Вот. И помимо этого он записывает, что я ожидаю от других. Это вот прям реальный как бы канвас, который мы делали. Вот. Тут, значит, даже пиво появилось каким-то образом. Люди отмечают, что там они готовы помогать друг другу. Кто-то начинает писать про то, что он скоро начнет материться, потому что и стоит от него это ожидать. Вот. И вопрос, насколько это окей для всех. И, глядя вот на эти инструкции и на взаимные ожидания, мы можем прийти к некоторым командным договоренностям. Ну, то есть, например, вот есть там вариант, да, я ожидаю, что меня не будут перебивать. Можем ли мы договориться, да, что мы держим правило один микрофон и друг друга не перебиваем. Или я помню, был забавный случай, когда человек написал, что если я сказал что-то обидное, то вы можете по умолчанию считать, что я не собирался никого обидеть. Вот. Это я просто так общаюсь. Ну, вот здесь, наверное, после этого заявления была некоторая дискуссия о том, что есть, ну, обратная связь, да, вообще экологичная обратная связь и как ее стоит давать. Некоторые, например, писали в этом упражнении, там, не надо мне давать обратную связь при всех. Если хочешь что-то сказать мне, скажи, ну, вот как бы один на один. Вот. Совершенно разные могут быть здесь варианты. Главное, что вы начинаете их проговаривать, да, и вот этот наш кейс про то, что мы перестаем говорить одновременно, вот, вполне себе этой техникой может быть по фикшн. И завершающая, на самом деле, история. История грустная, вот. Она была в реальной жизни, и такая достаточно запоминающаяся для меня. Про поведение, про то, как принято и не принято в команде. И был кейс, когда один из членов команды был недоволен работой другого человека. У него были претензии некоторые к нему лично. И, собственно, он, недолго думая, пошел к его руководителю и рассказал ему, что вот такая история. Как бы Коля ведет себя не так, как помогает команде. Нужно с ним что-то решать. Примите меры. Ну, и когда, естественно, как бы руководитель Коли пришел к Коле, начал обсуждать это, что у вас вот и членов команды недоволен, что у вас происходит. Получилось так, что вот это как-то сразу случилась некоторая эскалация. Вот. И когда это в команде потом мы стали проговаривать, обсуждать, ну, было очень некомфортно всем, потому что, получается, мы не договорились о таких базовых принципах, что дай сначала обратную связь человеку напрямую, и потом уже иди к его руководителю. Ну, не знаю, для кого-то очевидно, да, а для кого-то оказалось нет. И что мы, собственно, с этим сделали, помимо того, что страдали, да, и, ну, в некотором роде мы откинулись немножко назад в плане наших командных договоренностей и вообще командной работы. И, ну, на одной из встреч следующих мы попробовали такую активность, как работа с доверием, но работа с доверием не в лоб, там, что мешает или что помогает нашему доверию. А мы воспользовались активностью, которая называется «Два мира». Вот. Она очень хорошо проходит в офлайне, когда вы прям можете на полу нарисовать вот эту матрицу 2 на 2, но в онлайне тоже она, естественно, работает. Собственно, вы рисуете два мира, да, область высокого доверия, доверие низкого и доверие к себе и доверие командное. Получается, у вас такая матрица. И последовательно команда отвечает на вопросы. Почему нам не нравится, когда уровень доверия к себе низкий? Почему нам комфортно, когда в команде уровень доверия высокий? И так далее. Вы проходите по всем вопросам, отвечаете, клеите стикеры, обсуждаете. И дальше важная вещь. Вы начинаете рассуждать, да, какие есть индикаторы перехода из высокого доверия в низкое или наоборот. То есть либо что способствует повышению доверия в команде, или что способствует понижению. Ну, то есть вот в нашем конкретном кейсе получается, что вот эта история эскалации и обратная связь с руководителю без разговора непосредственно с человеком, это очень сильно способствовало снижению доверия. И это как один из индикаторов. И глядя на эти индикаторы, их обычно несколько, вот здесь вы видите, их выписывают красными стикерами, прямо по линии, то есть это как некоторая такая, да, индикатор перехода. Глядя на них, можно понять, а что нам с этим делать, да, какие мы должны предпринять конкретные действия или какие сделать договоренности, чтобы не сваливаться, да, в область низкого доверия, либо наоборот, какие мы можем предпринять действия, чтобы попадать в область высокого. И для меня это упражнение ценно тем, что это не напрямую разговор. Давайте поговорим про доверие. И все так немножко напрягаются и начинают думать, почему мы говорим про доверие, а что у нас с доверием? Да, нормально у нас все с доверием, не надо нас лечить. Ну, как бы люди зачастую закрываются и, ну, дают тебе понять, чтобы они не записывались на сеанс психотерапии, и поэтому, как бы, вот сейчас не надо. И если попытаться, да, про это поговорить, ну, начиная издалека, да, больше каких-то конкретных действий и закончить эту активность конкретными действиями, то есть что мы с этим можем сделать и что мы с этим хотим сделать, это получается более экологично, но, безусловно, в начале этого упражнения все равно я спрашиваю, да, насколько люди готовы сейчас в это погрузиться, вообще про это поговорить. То есть должен быть правильный момент, когда, как бы, все в огнище, ну, заниматься вот такими вещами, наверное, люди не поймут, но бывает всегда, что есть какой-то промежуток времени более-менее спокойный, когда есть возможность инвестировать в команду, и тогда, да, мы этим занимаемся, потому что это помогает, ну, вот таких вот кейсов, как я рассказала, все-таки избегать. Человеку, который это делает, становится более прозрачным, что это, ну, на самом деле не помогает, да, а аффектит всех и всю команду вместе. И мы постепенно завершаем, и завершаем тем, что это несколько полезных ссылок. То, о чем я говорила, описание канвасов и шаблоны, отличный сборник с разными активностями для мира, Мир Реверс, то, что я упоминала, Scrum Puzzle, то, что вам поможет работать и создавать упражнения на проверку ролей и встреч в скраме, статья про Delegation Poker и, собственно, описание активности два мира, и вообще сайт Intimely Trust, в котором достаточно много активности на развитии и укреплении доверия в команде и полезных статей. Давай тогда вопросы сейчас ответим. Давай. Вот смотри, немножко остро будет, потому что вопрос такой, да, как канвас-встреч вообще может помочь ответить на вопрос, а мы не успеваем работать, зачем нам все это еще? Еще одно совещание. То есть вот у нас есть куча инженеров, которые борются с проблемами, решают проблему тех долго, пытаются выявить, там статисты пытаются собрать статистику, а тут еще одна встреча. Что бы что? Там нам еще встреча, на которой мы будем разбирать, что за встречи мы, что бы что? Может вообще просто отменим встречу и пойдем работать? Ну, это тоже как в одна из опций, на самом деле. Не надо отсекать, по крайней мере, я могу сказать, что если мы говорим не про какие-то образующие встречи, на которых держится фреймворк, например, ну и серии, давайте отменим демо и не будем показывать ничего заказчику, и ревью тоже делать не будем. Если это не про это, а про какую-то встречу, которую кому-то казалось, что нужно проводить, в принципе, действительно можно попробовать отменить и посмотреть, что будет, и может быть ничего не будет. А это может быть про это тоже? Ведь смотри, встречи, фреймворки, они есть, но бывает так, что есть какие-то крайние случайности, в которых использование фреймворка, даже если там прописан смысл этой встречи, он может оказаться таким, что эта встреча нам не нужна, ну вот мы… Может. Вот я давай отвечу, смотри, вот если сначала начинать, все-таки как поможет конвас? Конвас поможет тем, что мы в конвасе сами для себя отвечаем на вопрос, зачем мы эту встречу проводим, то есть вот чем принципиально это отличается там от какого-нибудь пазла или где там сложи характеристику, там скорее мы просто пытаемся понять, для чего это было там придумано, да, а все-таки в конвасе мы отвечаем на вопрос сами, вот этих разработчиков, они приходят на эту встречу и их спрашивают, а зачем? Ну то есть вообще для чего эта встреча и какой будет импакт, если мы ее отменим, чего случится, если ее не будет? Это как более такое продолжение этой истории, если в ответ на зачем, ответ, допустим, да, не зачем. Ну хорошо, тогда другой вопрос. Вот мы ее отменили, я спрашиваю у вас, какой будет импакт? И люди говорят, никакого. Ну, и вот как ты говоришь, что есть, допустим, встреча, которая действительно в нашем контексте никакой ценности не приносит, и это, ну опять-таки вопрос, это отсутствие ценности и для команды, и для окружения, да, то есть там, ну, словно, у меня, к сожалению, бывают такие кейсы, когда мы что-то показываем стейклограм, и людям неинтересно. Тут же на самом деле-то вопрос еще заключается в том, сильно зависит от контекста, сильно зависит от контекста, ведь даже использование этих инструментов подразумевается совершенно разный уровень организации, вот на каком-то уровне мы понимаем, что в принципе делегирование работать не будет. Как пример, у меня есть команда инженеров, вот они все жесткие инженеры, и при этом, вот, например, по опросу какому-нибудь там 360, вдруг выяснилось, что стиль тим-лида, который приходит и к коучингам, задавая вопросы, пытается их уровень поднять на более высокий, как организации, они такие говорят, нам такой не нужен, не нужен там тим-лид, нам нужен красный упоротый, который нам просто будет давать всегда задачи, и мы хотим такого тим-лида. Это прям реальный кейс. И получается, что тут с картами делегирования вообще бессмысленно приходить, то есть в эту команду. Они уже вот так сформулированы, мы хотим просто получать задачки и решать их, все. Мы хотим, чтобы какое-то управленческое решение за нас кто-то принимал. Вот. И мне кажется, вот мне вот в докладе, наверное, бы хотелось еще понять, вот, вот семь этих инструментов, она, когда их правильно использовать? Ведь даже в рамках контекста приложенных примеров у тебя был какой-то свой уже созданный контекст, свой созданный контекст по командам, в рамках которых они сработали. А когда они точно работать не будут? Ну вот, не знаю, я вот, может быть, отвечу про карты делегирования, да, то же самое. Да, я не могу сказать, что инструмент карты делегирования не будет работать. Вот я бы не так сказала, да, я бы сказала, что скорее с помощью инструмента, карты делегирования мы выясним, что люди шаг за шагом хотят, чтобы все решения принимались сверху. И это станет прозрачным. Ну, то есть, по факту с картами или без карт сущность, ну, не меняется, ситуация не меняется. Скорее, благодаря картам просто это будет, ну, понятно в обе стороны, что люди хотят, чтобы решения принимались оттуда. Они будут раз за разом это, ну, показывать и доказывать, почему это так должно быть. Поэтому здесь скорее, может быть, имеется в виду, не получится результата, да, как у нас получилось, что многие решения были спущены вниз благодаря этому инструменту. Вот этого результата действительно в некоторых организациях может не получиться, ну, как и в моем кейсе с Canvas, да, что Canvas изначально там хотелось, чтобы люди договорились, да, и выработали общую миссию, и это не всегда у них сразу получается. То есть вот конкретно в тот момент, в той встрече у них не получилось выработать сразу общую миссию. Единственное, что они пока поняли, это то, что у них есть с этим проблемы, и им нужно договариваться более детально, что это такое, да, то есть это, по сути, все равно Canvas это как первый шаг, и в каких-то организациях будет еще второй и третий, и они в итоге договорятся, а в каких-то организациях второй шаг будет, что, ну, похоже, у нас нет никакой общей цели, похоже, мы не команда, поэтому, ладно, давайте расходиться каждый по своему углу, и, ну, будем работать как умеем. Но это все равно будет некоторая договоренность, да, поэтому здесь скорее инструмент в плане договоренности сработает, другое дело, что поможет ли эта организация работать как-то более эффективно и строить команды, да, ну, вот это вопрос. Может быть, нет. Ну, так можно сказать про любой, в принципе, инструмент, ну, то есть, в принципе, про любой инструмент, и тут момент контекстного использования. Ну, и здравого смысла еще, вот, как ты говоришь, когда не надо применять, мне кажется, что все равно, ну, вот, здравый смысл, он подсказывает, надо или не надо применять. Так, с другой же стороны, опять же, смотри, а как понять, когда этот контекст наступит, что вот сейчас, с одной стороны, да, вот мы можем применить этот инструмент, потому что понимаем, что он контекстно не используется, но мы точно так же можем сделать ошибку второго рода, мы не сможем в какой-то степени понять, что наступил тот момент, когда этот инструмент может использоваться. Можем, ну, вот тут и дело, что мы очень много чего можем, поэтому я в большей степени придерживаюсь культуры, что, ну, эксперимент, он на той эксперимент, что я прихожу к команде, например, и предлагаю что-то, да, и говорю, что вот давайте попробуем вот это, есть ощущение, что это может нам сейчас помочь. В принципе, есть ощущение, что это может нам помочь, это, не знаю, даже не 50%, да, это, ну, просто какое-то ощущение, ну, может помочь, здорово сработать, а может не помочь, и ребята скажут, что да, это не сработало, ну, что, значит, мы попробовали, и будем продолжать путь, и что, нужен другой инструмент, ну, то есть мы все равно здесь в таком, мне кажется, непредсказуемом, да, замене. нужен ли вообще инструмент? Может быть, ну, и люди, на самом деле, если их спрашивать, да, и вот мой опыт подсказывает, что если я прихожу к ним не с позиции, сверху там, привет, мы будем делать так, и, допустим, это не работает, да, это я виновата, потому что я принесла этот инструмент, а я прихожу и предлагаю им попробовать вместе и посмотреть, что из этого выйдет, ну, все-таки они более лояльны, что ли, к этим результатам, и они понимают, что да, может выйти, может нет, если нет, значит, надо пробовать что-то другое, ну, почему нет? Мне кажется, это просто более... в общем, твой посыл заключается в следующем, поправь, если не прав, пробуйте. В какой-то момент мы можем понять, что, ну, во-первых, конечно, нужно привести базис в том, что инструменту надо научиться, чтобы его применять, для этого нужно его, в принципе, пробовать, и в первые разы вряд ли у вас что-то получится. Второе, проводите эксперименты через какое-то время, изучая инструменты, и, возможно, вы нащупаете то, когда этот инструмент вам помочь. Обязательно упрямься только в тот момент, что на это надо время, да, и время ни одного человека. Это может оказаться дорого. Спасибо тебе большое, Светлана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!